В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об обстановке в Люберцах и посёлках. В единую дежурную диспетчерскую службу 112 от жителей городского округа поступило 10269 обращений. Большая часть из них связана с работой и оказанием скорой медицинской помощи. В субботу на пульт дежурного позвонила женщина, которая заблудилась в лесу недалеко от села Красково. Операторам 112 информация была направлена в лесос, в полицию и спасателя. Менее чем через 2 часа, в 17 часов 16 минут, благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Воды Люберецкая, спасателей пожарной спасатели части номер 232, мужа был по шестбаса, женщина была обнаружена. Угроза для жизни нет. Из-за низких температур воздуха все коммунальные службы переведены в режим усиленной работы. На минувшей неделе из-за аварии на сетях электроснабжения в течение нескольких часов 28 многоквартирных домов были обесточены. Подрядчиками при строительстве автотрассы Москва-Казань без предварительного согласования проведения землеродных работ были повреждены два кабеля. Мы созвонились непосредственно с представителями Ростелекома в течение нормативного времени в 2,5 часов. Данные дома были переключены на дополнительные кабеля. Этот вопрос взят на контроль главой городского округа. Также в Министерство энергетики Московской области и в Люберецкую прокуратуру направлены письма для проведения расследования этой аварии. Коммунальные и дорожные службы продолжают работу по ликвидации последствий снегопада. На минувшей неделе с городских дорог вывезено больше 8 тысяч кубометров снега. Дороги, проезды, их надо довести до ума, и там есть сужение, понятно, снег надо вывозить. Там, где есть возможность делать горки в городских территориях, между домами, делать, потому что, понятно, что вывести весь снег – это крайне сложно, да невозможно, но создать горку во дворе – это тоже большое счастье. Поэтому тоже этими вопросами заниматься. Полностью коммунальные службы очистят дворы, улицы и межквартальные проезды до конца недели. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.